приветствую вас друзья вы на канале watch gods начнем небольшой разбор произведения большой ух и параллельно немного поразмышляем конечно все образы я не смогу объяснить так что пишите в комментариях если есть какие-то мысли по мною не озвученным эпизодом из мультфильма прежде всего хотелось бы заметить прекрасную визуальную картинку и звуковое наполнение этого мультфильма мягкая неразражающая цветопередача и спокойная общая музыка которая в свою очередь меняется в зависимости от сюжета начну разбор с главного героя тут особо внимание стоит уделить тому что главный герой этого произведения это собственный ух не волчонок который выступает неким антиподом понимания как реальности внешние так и внутреннего своего мира ощущения какой же персонаж мы видим когда смотрим на ухо это некое существо очевидно с другой планеты хотя очевидно по его академической шапочке на голове что он олицетворяет собой как бы западную культуру и если правильно сказать современный западный взгляд на мир он маленького роста что сразу заметил волчонок и видно из ответа зато и услышу такое чего не слышит никто что это ух понимает и что более важно принимает свой внешний недостаток главное орудие уха его отличительная черта чего нельзя сказать о волчонке это же конечно по его истинно огромные уши которую свою очередь как бы олицетворяют количество полученным ухом знаний и также то как эти знания им применяется и в какую русло они направлены самок в начале мультфильма показывает себя как очень самоуверенного и действительно знающего в отличие от волчонка как вообще-то часто себя ведут люди которые действительно что-то знают и чем больше знают тем больше уровень их чувства собственной важности тут надо отметить одну вещь ух ведь действительно обладает знаниями и он действительно их может применить и более того в определенных ситуациях эти знания действительно могут быть полезны ведь ух в отличие от волчонка реально слышит что делается там но тут есть один важный момент который в дальнейшем и указывает на развитие событий мультфильма а именно то что количество знаний какими бы важными они не были в действительности не так и важны или более правильно они не могут и не должны служить фундаментальными основами души и ощущения мира в котором ты живешь по одной простой причине и это причине такова что делая ставку на эти знания ты никогда не достигнешь внутренней гармонии и радости а их количество и качество вовсе не являются истинными приоритетами для человека по большей сути говоря простым языком ставка на знания это просто одна из рамок и догм современного социума направленная на развитие человека то есть развитие человека представляет собой именно как путь накопления конкретных знаний заметьте это по сути единственный путь развития в котором направлен социум вне зависимости от выбора профессии творческая она или нет всякое развитие определяется именно твоим опытом и как это принято говорить в багажом знаний развитие же себя другими способами вроде медитации уединений понимание себя окружающего мира другими дорогами кроме накопления знаний по сути своей в массе обществом отвергается хотя личности которые достигли иного понимания жизни именно с помощью иных инструментов взращивания личности обществом принимается и даже уважается вот такой вот парадокс как ни крути если не хочешь себе такой же дом как у большинства тебе нужны другие материалы другие инструменты думаю аллегорию вы поняли поехали дальше и так после знакомства ух начинает слушать и перед этим говорит волчонку отвечая на его фразу что на небе кроме звезд и ничего и нет уже говорит в небе много всяких чудес что же давайте поглядим какие же чудеса услышит нас желтый друг ну и тут надо отметить вот такой тонкий момент волчонок при всем своем желании не сможет конечно услышать то что слышит ух так как у него просто нет таких ушей но то есть знаний поэтому он слышит привычные для себя вещи уже с другой стороны нося в себе весь груз своих знаний тоже совершенно не может слышать те вещи которые более важны и очевидны которые в действительности к нему намного ближе и так первое чудо событие которое слышит ух это то что на планете консервных банок подрались банки с тушенкой выводя эту информацию в более взрослую стадию можно даже предположить что это какая-то гражданская война прямо ну или какой-то серьезный конфликт вообще массовая драка кто в них участвовал ну или хотя бы просто видел по телевизору должен понимать что это далеко не увели далеко не увеселительное мероприятие который зачастую несет с собой очень серьезные последствия и какова же реакция ухо на такое массовое негативное событие его она забавляет развлекает он совершенно не переживает по этому поводу на планете консервных банок подрались банки с тушенкой ты слышишь вообще надо отметить что ух слышит то что по сути то ему не так и нужно то что находится так сказать не в его мире не в его вот этой реальности волчонка же эта новость не особо заинтересовала он ее судя по всему и не понял так как он слушал свое он сказал уху что кто-то плачет на что ухо ему ответил что он не слышит вот так более тонких вещей которые более близки и действительности ухо он и не слышит а волчонок свою очередь кажется ему каким-то придурковатым или как он выразился чудным и причем заметьте не слышит ведь не потому что не может а просто потому что на плач как призыв о помощи его внутренний мир просто не настроен доказательство чего мы увидим в кольце мультфильма волчонок услышал как кто-то плачет и не просто пошел в сторону этого плача побежал то есть это для него не просто работа как некого лесника причем что редко волк тут играет положительного героя в основном как правило в мультфильмах это герой отрицательны так вот для волчонка это не просто работа это как бы его внутреннее желание его отношение к миру и взаимодействие с ним после того как волчонок освободил мышонка он ему так сказать обозначил его ошибку что ты заблудился потому что от мамы далеко улетел и отпустил ну и кстати мама отвешила сыночку по мягкому месту без всяких там толерантности потому что заслужил ну и собственно вместе с ним полетела дальше что важно и что мы видим на протяжении всего мультфильма волчонок помогает так как он действует он реагирует и обрабатывает информацию которую ему поступают не просто поглощением как ух но и отдачей и мы встречаем тут все тот же антипод что волчонок то занимается вроде мелкими и кажущимися по сравнению с ухом совершенно незначительными делами однако в действительности мы понимаем что они имеют в жизни самое главное значение волчонок помогает тем кто его окружает и делает это бескорыстно ничего не ждет взамен и просто этим живет дальше вообще интересное дело нам показывают часы с изображенными на них знаками зодиака рыбы козерог рак телец и лев где каждый стоит на определенном месте часов который смахивает стрелка которая в свою очередь превращается в стрелу лука в руках у знака зодиака стрельца логично что это как бы показывается определенный период времени определенные события так сказать что же дальше стрелец гонится за этими знаками убивает их всех только льву удается от него уйти на стрельце нет звезд на остальных же знаках за которыми он гонится звезды есть последняя стрела уходит в бездну и превращается в итоге в иголку которая сшивает две половины звездного неба в одно целое этот эпизод кстати представляет нам наш мир не в теории того что планета земля летает где-то в космосе и так далее ну то есть классическая теория а больше выступает за теорию того что земля это как большой дендрарий над головами нашими купол за которым находится вода это собственно говоря классическая библейская концепция где повествуются о небе именно как о водной тверде над землей в общем если вас заинтересовало поищите информацию и достаточно найти ее совершенно не тяжело сам ух никак не комментирует произошедшее но реагирует на информацию от волчонка про кондрата очень с высока и пренебрежительно кстати значение имени кондрат означает широкий а с греческого означает как квадрат ну и вот этот квадрат застрял ветках даже какой-то символизм что же ух противоставляет волчонку на его информацию о застрявшем мышонке он говорит что нужно ждать ножницы это видимо единственное связующее звено такое основное с видео рядом о небе и знаках зодиака но на вопрос волчонка о том когда же они прилетят он отвечает через 100 миллионов лет и тут становится понятно что эта информация в действительности совершенно ни для кого из них не несет никакой пользы что по сути она вообще бесполезна так как конечно они их не дождутся да и зачем они вообще нужны ух не поясняет но опять же повторюсь ставит эти знания намного выше какого-то там мышонка попавшего в беду ведь это некое вселенское и масштабное событие так что как мы видим масштабность это очень сомнительная мера для оценки определенного рода вещей после непродолжительного диалога волчонок убегает уже говорит что вроде и правда но в дальнейшем как будет ясно совсем не является таковым нечто по-настоящему возвышенное как это не парадоксально звучит находится в совершенно приземленных вещах и событиях волчонок прибегает к месту действия видит как там разбойничает филин и точным ударом валенка который потом чудесным образом оказывается снова на его ноге он прекращает этот беспредел хотя что интересно филин то ведь хищник ночной занимается своим делом по сути то но волчонок видимо этого не знает а если знает его это не останавливает он вразумляет филина больше не заниматься такими вещами а спать по ночам обещая напоить его чаем с казинаками которых у него в общем то и нет но в такую ситуацию на попятную идти нельзя так что казинаки видимо ему придется все же раздобыть ну и помимо прочего мы опять-таки видим на путстве со стороны волчонка где он заставляет филина извиниться что тот и делает ну а дальше мы наблюдаем картину как ух со всем его знанием наслаждается откровенно дешевые и незамысловатый но в то же время въедающийся в мозг попсовой музыки видит так сказать клип ну или некий концерт звезд творчество которых кроме как бессмысленной ахинеи не назовешь мы веселые медузы носим синие ритузы мы веселые моржи вместе с нами ты поржи но вот такой вот фристайл который может любой малограмотный составить без труда волчонок же подойдя к уху спрашивает его про казинаки значит не забыл и видимо действительно переживает за данное им обещание и в какой-то степени подавленный авторитетом знаний уха расстраивается и извиняется за то что не слышит что происходит где-то там в небе уже слышит это но делает вид что не слышит и не обращает никакого внимания на слова волчонка волчонок же видя падающую звезду говорит уху что и у них есть звезда то есть нечто чудесное на что ух пренебрежительно и недоверительно спрашивает в вашем болоте волчонок совершенно не обижаясь так как ему это в принципе не свойственно уверенно отвечает в нашем и после небольшого диалога все же уговаривает ухо пойти заметьте чудо в болоте если это воспринять как некую аллегорию то это есть совершенный парадокс иными словами нечто чудесное находится в таком месте которое если смотреть через призму рациональных знаний совершенно для чуда не подходит и она просто не может там находиться ну и далее перед нами разворачивается картина совершенно безмолвная как из воды чудесным образом появляется водяная лилия от которой трижды исходят как бы маленькие светлячки или звездочки что-то светящиеся дважды они белые такого же цвета как и лилия на третий раз они уже желтые то ли потому что у нас спустилась к лилии чтобы получить их от нее то ли потому что луна осветила их своим цветом причем мы видим что второй раз когда лилия испускал эти светящиеся точки они обрели форму короны над ее головой даже луна спустилась за этим чудом к лилии и после того как получила ее ушла исчезла из видимости ночного неба а лилия исчезла в воде но вообще надо сказать данный видеоряд очень похож на тот видеоряд со стрельцом и сшитым небом то есть происходит некий вполне определенный набор действий так сказать вполне конкретный который судя по всему повествует о каком-то конкретном так сказать деле и он также никак не комментируется и подобно луне наш главный герой который видел видимо все что делается во вселенной и заглядывал в самые далекие уголки был настолько восхищен красоту увиденного что мгновенно переменился если хотите обрел некое просветление ведь просветление это внутреннее понимание того что ты встал на правильный путь это не значит что ты его прошел но ты уже нашел его и ты это чувствуешь вспомните ух очень много слышал и знал но знание его не давали ему никакой обратной связи с ним он не взаимодействовал с ними и они не делились с собой с ухом так сказать не захватывали его в отличие от волчонка который взаимодействовал с миром вокруг себя и находился в гармонии с ним и это мгновение внутренние изменения мы видим сразу волчонок уже уста взевает уже в свою очередь не дожидаясь просьбы предлагает ему помочь и приносит раскладушку обещая что будет слушать изо всех сил то что по сути еще некоторое время назад он и не слышал вовсе то есть по факту ничего не изменилось изменилось только отношение к окружающему тебя миру и собственное мироощущение и что же первым делает ух чтобы услышать что именно он делает заметьте он снимает себя свою академическую шапку символ так сказать узаконенных знаний символ рамок мышления по сути он снимает себя самого последний и главный символ своей прошлой жизни но не выкидывает его сгоряча аккуратно кладет его рядом с собой но это знание уже не стоит как бы выше его возвышаясь над его головой она находится рядом с ним уже не мешая ему не выброшенным можно воспользоваться но она уже не приоритетно она уже не мешает уху слышать то в чем он видит новый смысл то что всегда было рядом с ним они где-то неимоверно далеко и он освободился от собственных рамок и начал взаимодействовать с тем что действительно его окружает и оказывает влияние на него он стал как волчонок помогать другим стал добрее стал более чутким и сразу же услышал как застряла лягушка которую он и освободил а лягушка же в свою очередь отблагодарила его чмокнув в нос и мы видим подлинную и спокойную улыбку слышим фоном такую же спокойную гармоничную музыку и вот мультфильм заканчивается тем что ух сидит и слушает и вид его не столько напряжен сколько серьезен и сосредоточен на том что для него действительно обрело смысл академическая шапка и вовсе пропала из кадра неизвестным образом хотя может быть ее просто сдул ветер что ж вот такой вот небольшой разбор одного из моих во всяком случае любимых мультфильмов если вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии будет еще много обзоров на мультфильмы фильмы и сериалы ну и до встречи на канале watch gods всем удачи